Диагностический поиск Диагностический поиск – путь очень тернистый и требует он терпения и от врача, и великого терпения от пациента Вики Авиценна говорил, что паника – это половина болезни Спокойствие – это половина здоровья А вот терпение – это половина выздоровления Особенным нетерпением обладают люди молодые С которыми случается какое-то заболевание, какая-то болезнь, какая-то проблема Так вот я призываю вас к терпению Потому что диагностический поиск для того, чтобы врачу выйти на диагноз Выйти на проблему и эффективно ее вылечить Нужно терпение и нужно время Поэтому, конечно, не нравится, когда много исследований Конечно, не нравится, когда нужно сначала рассказать про проблему одному специалисту Потом другому специалисту Но в конце концов это терпение вознаграждается правильным диагнозом и выздоровлением Вот это нужно помнить, понимать и спокойно, терпеливо, разумно и конструктивно относиться к этому самому диагностическому поиску Помните, пожалуйста, что живой организм на то он и живой организм, потому что он все время разный Разный, он все время меняется Процессы, которые происходят в организме, они недоступны внешнему взгляду Дорогие друзья, самое главное, о чем нужно помнить, приходя в клинику, в какую бы клинику вы не пришли Когда вы пришли к какому-то специалисту и предъявили ему жалобы А специалист вам потом назначил консультации смежных специальностей специалистов и диагностические исследования дополнительные То вам необходимо снова вернуться к этому специалисту для того, чтобы он смог определить, что бы что же нашли в диагностических исследованиях Что с этим делать и написал вам маршрут Назначил лечение, определил вам режим труда и отдыха Назначил диету и определил вообще, как вам с этим жить дальше И как сделать так, чтобы этой проблемы у вас не было Никогда не уходите из клиники с кучей бумажек, с непонятным почерком и непонятными названиями Вернитесь к врачу-клиницисту, не оставляйте неотвеченных вопросов Не пытайтесь самостоятельно интерпретировать результаты исследования И лучше, если эти результаты интерпретирует тот врач, который вам это исследование назначил Потому что существует понятие клиническое мышление, клинические рассуждения И они будут разными в зависимости от специальности врачебной И в зависимости от вашей проблемы, которую вы изложили доктору Непременно со всеми результатами диагностических исследований Вернитесь к тому врачу, который вам эти исследования назначил И задайте ему вопрос, если вам что-то непонятно Субтитры создавал DimaTorzok